Всем привет, с вами Павел Багрянцев. Говорят, чем больше ты полезности отдаешь этому миру искренне, абсолютно от души и безвозмездно, тем больше к тебе вернется. Именно сегодня очередное мега полезнейшее видео, после которого, мне кажется, есть риск начать зарабатывать в интернете. Очень насущная тема для многих, но что делать, когда столько пыли в глаза, столько пустых обещаний, тренингов, курсов, пирамид, разводилований, побоюсь этого слова, в интернете. Что же тогда делать? Итак, я вам расскажу после того, как вы узнаете очень интересную информацию. Возможно, вы не только хотите зарабатывать в интернете, но еще и построить свой бизнес. Но что делать, если вроде бы вы созрели, но до сих пор страшно? И именно поэтому хочу вам порекомендовать бесплатный вебинар «Как преодолеть страх открытия бизнеса», где как раз-таки вы узнаете, как избавиться от совершенно ненужных эмоций, как преодолеть, как начать бизнес без стартового капитала. Поэтому поработать со своими мыслями вы сможете на этом вебинаре. Ссылка есть в описании. Приходите, регистрируйтесь, уверен, что вам будет полезно. Ну а теперь самое время продолжить наш разговор, и я вас приглашаю к флипчарту. Здесь я обозначил всего лишь самые основные способы заработка в интернете. Конечно, есть пункты, подпункты, но я выделил 5 основных способов, как вы можете заработать в интернете. И нарисовал их на флипчарте. Первый пункт – это удаленная работа. Это заработок в интернете, это работа через интернет. Так будет проще сказать. Но сложно это не назвать заработком в интернете. Удаленную работу можно совмещать с какой-либо другой работой. Может быть оффлайн, может быть каким-то мелким бизнесом. И у меня в том числе были такие сотрудники, которые так и делали. Вкратце, вы приходите на работу за зарплату-за процент. Или за зарплату и процент. Как раз-таки у меня тоже сотрудники некоторые работали, а именно отдел продаж в одном проекте, который мы развивали. Соответственно, у вас должны быть определенные навыки. Вы занимаете определенную должность. У вас есть определенные должностные инструкции и обязанности. Здесь вы не совсем сам себе хозяин. Точнее, совсем не сам себе хозяин, потому что у вас есть руководитель. Просто все, что вам нужно для работы, это Wi-Fi, интернет, компьютер, ноутбук и рабочее время. Вот и все. Следующий пункт – это фриланс. Сделаем сейчас для начала некоторый обзор. Фриланс – это вы действительно как вольная рыба. То есть вы выполняете какую-то услугу за какой-то промежуток времени. Смонтировать видео, заполнить какие-то карточки, найти какую-то информацию, сделать что-то в фотошопе и так далее. Но очень часто фрилансеров берут на постоянку. Вот, допустим, человек, который мне делает превью для видео, у него есть фиксированная оплата за месяц. И не важно, сколько он мне сделает каких-либо картинок, логотипов или превью. То есть он, с одной стороны, фрилансер, с другой стороны, у нас есть фиксированная оплата. Просто он работает, когда может, хочет, и у него есть время. Третий пункт – это бизнес. Бизнес в интернете, когда вы продаете товары. Кстати, заработок на сайтах и, возможно, на YouTube-каналах я тоже отнесу как бизнес в интернете, потому что это ваше небольшое предприятие. Мой YouTube-канал стал тоже небольшим предприятием со временем, когда появились спонсоры, рекламодатели. Также я предлагаю какие-то свои продукты, товары, услуги. И поэтому все вместе это начинает разными способами монетизироваться. Это тоже называется бизнес. Бизнес – это как и продажа с одностраничников, как интернет-магазин, группа ВКонтакте, продающий Инстаграм и так далее. Ну и, так сказать, ваш блог, сайт и так далее. Все это относится к бизнесу в интернете. Четвертый пункт по заработку в интернете – это инвестиции в интернете. Это самое сложное, что сейчас есть, потому что все ищут золотую наживу, ну а некоторые недалекие предприниматели на этой жажде быстрого обогащения зарабатывают и срывают куш. Они вам предлагают различные системы, куда вы вкладываете деньги, получаете проценты и так далее. Есть системы законные, есть незаконные, но, тем не менее, это тоже способ заработка в интернете. Мы об этом сейчас говорить тем более не будем. И пятый способ, как можно заработать в интернете – это партнерские программы. Это когда вы посредник между каким-то товаром или услугой и конечным потребителем. Вы можете делать арбитраж трафика, вы можете, хотя здесь, наверное, ну да, вы тоже посредник, вы продаете трафик. Это не совсем партнерская программа. Допустим, дропшиппинг – это можно отнести к партнерской программе, когда вы берете чей-то товар, продаете его и получаете комиссию. Также очень много компаний и банков, в том числе, которые развивают свои партнерские программы, различные курсы, тренинги. У них у всех есть партнерские программы. То есть вы продвигаете и получаете процент с продаж. Лично мне очень много людей пишут и предлагают, Павел, давайте вы будете рекламировать такой-то проект, а все клиенты, которые будут приходить от вас, там, с вашим кодом, паролем, вы будете получать процент. Конечно же, я посылаю лесом все такие предложения и говорю, вот фиксированная плата, платите. Но мы не об этом. В этом видео мы с вами будем говорить именно об удаленной работе, потому что если мы будем говорить обо всем, то это будет стрим часов на 10. Хотя я понимаю, он будет полезным. Но тем не менее, как начать работать удаленно? Сейчас в России, в СНГ, в других странах очень много глубинок, деревень. Где-то нестабильная экономическая ситуация. И я понимаю, что люди буквально находятся в нищете. Удаленная работа помогает этот доход уравнять. На удаленной работе доход чуть ниже, чем на работе офлайн. Ну, допустим, я живу в Питере. Я, скорее всего, на работу себе возьму человека, который живет где-нибудь в деревне, и которому не надо много денег. Но, получая определенную сумму денег, которую я ему плачу, в своей деревне он будет богачом. Таким образом, доход на удаленной работе, он и не низкий. Потому что, если вы будете платить мало, то к вам не придет хороший сотрудник. Ну, или в качестве работника рассматривать вас, то, естественно, вы не будете работать, если вам будет мало платить. Поэтому, есть такой некий зарплатный фонд, он в некотором роде уравнялся. Да, там, 15, 20, 30 тысяч в месяц. Если у вас плюс проценты, и вы хорошо работаете, вы можете зарабатывать и 70, и 100 тысяч рублей в месяц. Я знаю людей, с которыми я, опять же, на реалити-тренинге познакомился, когда во Вьетнаме его проводил. Там обучали удаленной работе. Сейчас люди вышли на доход, иногда и по 200, и по 300 тысяч зарабатывают. Но они на это пахали очень много, чтобы достичь таких результатов. Они получают свой процент. Все это, возможно, конечно, зависит от проекта и от работодателя. Итак, вот мы с вами немного разобрались, что такое удаленная работа, а теперь, как же ее искать. И также, в завершении этого видео, я расскажу о том, какие навыки все-таки нужны, чтобы устроиться на удаленную работу, работать через интернет и зарабатывать в интернете в том числе. Кстати, потом у вас есть перспектива открыть какое-то свое дело, использовать интернет-ресурс. И также это может вам помочь в любом другом проекте или, может быть, в будущем в вашем собственном бизнесе. А теперь самое время поговорить о том, как и где искать себе удаленную работу. И также после этого обзора мы с вами перейдем к тому, какие все-таки навыки востребованы, актуальны и на что следует обратить внимание в самообразовании, если вы хотите зарабатывать в интернете. А теперь сделаем небольшой обзор двух сайтов, где вы можете найти вакансии. Первый сайт – iRoboto.net. Регистрируйтесь на сайте, заходите и видите много предложений о работе. Выбирайте те вакансии, которые вам интересны. Переходите на них и отправляете ваши сообщения. Желательно прикладывать к сообщению ваше резюме. Кстати, я здесь нашел много хороших удаленных работников. Также рекомендую завести здесь аккаунт соискателя, чтобы работодатели тоже могли вас найти. Второй сайт очень популярный – freelance.ru. Принцип тот же самый. Вы регистрируетесь, заполняете профиль, прикрепляете резюме, максимально заполняете в профиле информацию о вас. Кстати, на двух сайтах вы должны обязательно написать о себе максимум и добавить фотографию профиля. Вашу, настоящую. Чем на большем количестве сайтов по фрилансу и удаленной работе вы сможете зарегистрироваться, тем больше шансов найти что-то подходящее для вас. Просто наберите в поисковике «сайты по фрилансу» или «как найти удаленную работу», «сайты по удаленной работе». Составьте список сайтов и прорабатывайте их день за днем. Если вы часто встречаете в ВКонтакте, в Фейсбуке группы проектов, которые вам нравятся, и вы знаете, что эти проекты достаточно крупные, вы можете тоже отправить туда свой запрос. Это делается просто. Заходите в группе в раздел «Контакты» и пишите человеку. Скорее всего, там будет администратор. Скажите ему, что ищете работу в проекте, отправьте информацию о себе и спросите, с кем можно пообщаться на эту тему. Также, если вы увидели любой сайт, лендинг, одностраничник, вы делаете то же самое. В самом низу любого сайта есть информация с контактами. Вы просто берете, копируете почту и отправляете туда ваше письмо. Заранее у вас, конечно, должен быть заготовлен текст и ваше графическое резюме, о котором мы поговорим чуть позже. То, что я привел примеры на своей группе и на своем лендинге, не говорят о том, что мне нужно писать. Скажу сразу, я сотрудников не ищу, мне писать не надо. Свои сайты я показал как пример. Для того, чтобы ваш посыл и ваша инициатива не прошла даром, и чтобы она была замечена, вам необходимо составить графическое резюме. Это не обычное резюме в формате А4, которое вы привыкли видеть или составляли для своей работы. Это совсем другое. Это интернет. И здесь надо уметь привлекать внимание. Вкратце, графическое резюме это формат А4, может быть даже меньше. Это не распечатанная бумажка, потому что люди ее увидят в формате онлайн. Она должна быть понятна по пунктам, по блокам, разборчива. Должно быть минимум информации, но самое главное. Главная цель графического резюме, чтобы ваш взор, точнее взор потенциального работодателя, сразу упал именно на вас, на ваше лицо и на ваши навыки. Вы уже, вероятно, видели отрывки из Вьетнама, где я вел реалити-шоу «Твоя новая жизнь», где обучали удаленным профессиям. И как раз-таки некоторые примеры резюме вы сейчас увидите от участников этого шоу. Они есть в интернете. Да и вообще, давайте посмотрим, что такое графическое резюме. Но перед этим ведущие реалити-шоу, люди, которые создали один из самых крупных тренинговых центров в Рунете, они перебрали тысячи резюме, и они сами рассказывали, на чем они останавливались. Их глаз останавливался только на тех резюме, которые сделаны по определенным правилам. Какие-то банальные, скучные тексты, они даже не вчитывались, не вникались. То есть они просто вот проходили мимо, 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 и вот то, что бросается в глаза, на это они и обращали внимание, и тем сотрудникам давали работу. Потому что как из четырех тысяч резюме, из нескольких тысяч выбрать самое, что нужно? Да, там, возможно, есть качественные кадры, умные и исполнительные. Но если это все в виде скучной информации, то их просто невозможно найти, а надо переработать очень много. Если человек умеет подать себя, это значит, что, скорее всего, он будет хорошим удаленным работником. Я предлагаю сейчас нам вместе посмотреть, что такое графическое резюме и что о себе пишут люди. Поехали! Если в строке поиска вы наберете графическое резюме, то сразу увидите много примеров самых разных резюме. Согласитесь, что мимо такого не пройдешь. Чтобы сделать такое резюме, достаточно заказать его на фрилансе. Стоит это от 300 до 500 рублей. Ваша задача предоставить макет, информацию, фотографию и примерный дизайн. И уже на следующий день ваше резюме будет готово. Не бойтесь отправлять резюме на доработку, если вам что-то не понравилось. Ну а сейчас я, как всегда, воспользуюсь приложением Todoist, в котором я веду записи. И здесь я как раз-таки составил заметки для сегодняшнего выпуска. И сейчас я вам расскажу о том, какие навыки все-таки нужны, чтобы получить какую-то удаленную работу. Ну вот первые навыки. Это облачные диски. Вы должны уметь работать с облачными дисками Evernote, Google, Яндекс, Dropbox. Потому что в онлайне все файлы перекидываются именно с помощью этих сервисов. Также вам пригодится сервис MindMaps. Это для того, чтобы составлять майндмэпы, планы, рисовать проекты и какие-то структуры. Конечно, это понадобится не везде, но тем не менее знания приветствуются. Вероятно, вам понадобится сервис Mockingbirds. Надеюсь, правильно написал. Прототипирование. Допустим, если вы будете работать менеджером интернет-проектов, то вас попросят сделать прототип сайта или нарисовать дизайн чего-то. То есть руководство вас попросит и попросит найти фрилансера. Конечно, вы должны будете накидать ТЗ. Для этого вам нужен будет какой-нибудь сервис, где вы сможете нарисовать схему. Может быть, вам даже хватит Word. Следующее. Вы должны иметь навык поиска сотрудников и возможность и навык давать им тестовые задания. Опять же, все зависит от должности, на которой мы будем устраиваться. О должностях мы поговорим чуть позже. Но вы должны также знать сервисы, где найти сотрудника, как найти, уметь давать ему тестовые задания и его контролировать. Следующее. Вы должны разбираться в планировщиках. Todoist, которым сейчас пользуюсь я, также Evernote. Могут быть другие планировщики. Я назвал самые популярные. И вы должны уметь работать с отчетностью. Допустим, это сервисы Megaplan и Bittrex. И тем и тем сервисом я пользовался, знаю, умею. И как раз-таки деловую переписку, отчетность сотрудников у нас и так далее велась именно в этих сервисах. Следующее. Какие качества вам будут необходимы? Это контроль сроков исполнения и принятие заданий. Допустим, если вы будете занимать управляющую должность или будете работать менеджером проектов, то вы должны будете контролировать других фрилансеров. И от этого будет зависеть качество вашей работы, удаленной работы. Поэтому вы должны уметь знать, как это делается. И также вам очень пригодятся знания WordPress или других конструкторов сайта. Потому что вся работа в интернете, она зависит от сайтов, лендингов, страниц, которые, вероятно, вам тоже придется делать. Хотя, опять же, все зависит от того, на какую должность вы попадете. Скорее всего, то, что я перечислил, оно больше подходит для менеджера интернет-проектов. Это самая распространенная специальность в интернете, когда человек, как говорится, многорук. Он контролирует очень много всего. Ну, а теперь, я думаю, нужно перейти к нашему флипчарту и немножечко поговорить о том, какие удаленные профессии сейчас приветствуются в интернете. Поэтому я сейчас настраиваюсь на себя. Отлично. Переворачиваем этот лист. Я выделил несколько популярных специальностей. Но, опять же, в интернете сейчас все проекты пытаются сэкономить и придерживаться минимума сотрудников. Поэтому очень часто сотрудники сейчас исполняют буквально все. Действительно, люди многоруки. Поэтому технический специалист нужен везде. Это человек, который пишет коды, следит за сайтом, устанавливает плагины, может быть, верстает лендинги. То есть, всю техническую задачу привязать способы оплаты к сайту, настроить платежную систему. Все это должен человек с техническими знаниями. Бывает человек на фрилансе, бывает штатный сотрудник. У нас в проекте был штатный сотрудник, который получал зарплату и он всем этим занимался. Он работал неполный рабочий день. У него уходило 3-4 часа в день примерно. Следующий копирайтер. Это человек, который пишет тексты. Если вы любите писать тексты, вам это нравится, вы знаете копирайтинг или хотите обучиться, копирайтеры очень востребованы. Очень редко, когда копирайтеры работают за зарплату в проекте. Обычно это случается там, где очень много контента. Чаще всего это фриланс. Продажи. Это постоянные сотрудники, которые либо на зарплате, либо сдельная оплата. Это люди, которые прозванивают людей, которые заказали тренинг, товар или еще что-то. Чаще всего они получают какой-то символический оклад и проценты с продаж. Очень часто мы подключали к этому наших знакомых сотрудников. И у них были свои сотрудники, такие мини-колл-центры, которым они делегировали работу, тоже получали с этого процент. Мы напрямую с ними договаривались и они прозванивали по базе всех наших клиентов. Трафик. Менеджеры по трафику. У нас есть люди, которые отдельно занимаются контактом, фейсбуком, инстаграмом и так далее. Это менеджеры социальных сетей, которые настраивают таргетированную рекламу, либо контекстную. Но всем этим тоже нужно управлять. Это делает либо отдел маркетинга, либо трафик-менеджер, который является штатным сотрудником. Он сидит на зарплате в проекте, но он ищет таких фрилансеров, которые будут отдельно вести соцсети. И это сдельная работа. Опять же, все эти категории, они могут быть как на постоянной основе числиться в компании работать, так же это может быть сдельная оплата. В интернете с этим немножко проще. Контент-менеджер. Он наполняет статьи, пишет статьи уникальные, ведет блог. То есть его задача, чтобы весь контент, который производится, статьи, видео, картинки, фотографии, презентации, отчеты и так далее, публиковать во всех соцсетях, сайтах, блогах и так далее. Менеджер проектов. Самая популярная интернет-профессия. Вот скажу сразу, любой сайт это проект. Любой сайт это бизнес. Особенно если он продает. Даже группа ВКонтакте, если она продает, приносит деньги, это бизнес. И всем этим надо управлять. Вот этим управляет менеджер проектов. Он делает все. Он что-то делает сам руками, что-то делегирует. В зависимости от того, есть ли на это в принципе бюджет. Ну вот так же я дополню, уже специальность такая была у нас модератор. Мы проводили вебинары очень часто. И мы взяли на эту должность двух человек, которые у нас вечером модерировали вебинары. Потому что помимо того, что автор сам ведет, надо еще следить за технической составляющей, надо кидать ссылки в чат, надо все что угодно делать. Сейчас онлайн обучение развивается и кто-то должен этим управлять, настраивать и контролировать. Я могу еще продолжать перечислять эти специальности. Но на самом деле я вам просто привел для примера некоторый ликбез, чтобы вы понимали вообще, на что можно нацеливаться. Как научиться, если у вас нету никаких навыков? Первое. Если хотите стать копирайтером, так и наберите в поисковике. Как научиться писать статьи, как стать копирайтером? Ищите видео, статьи, покупайте книги. Их сейчас тоже очень много. И вы научитесь копирайтингу очень быстро. То же самое со всеми остальными специальностями. Вот спасибо Максиму, который у меня был зрителем моего YouTube-канала и является, надеюсь. И сейчас он технический специалист, но мы с ним договариваемся. То есть всегда, когда нужна мне помощь, я его подключаю. И также есть человек у меня абсолютно на любую должность. Поэтому это пришло не сразу. Этих людей я нашел там, где я вам показывал. Обучиться этому несложно. Главное желание. Выбрали направление продажи. Научитесь продажам. Посмотрите сейчас огромное количество бесплатных видео на YouTube, как продавать. Научитесь просто хорошо, правильно говорить, задавать правильные вопросы. И будьте просто вежливы и адекватны. Поверьте, в интернете с этим будет очень просто. Этого более чем достаточно. И вы сможете уже заниматься продажами. Но продажи в интернете бывают разные. Чаще всего вы встретите продажу услуг, там, мобильных приложений. То есть когда надо звонить в холодную. Это самые тяжелые продажи. Самые хорошие продажи, самые теплые, где местечко тепленькое, это когда уже есть готовые клиенты. То есть когда вы осуществляете продажи на входящем потоке. То есть в проекте уже есть продажи, есть заказы. Ваша задача их прозвонить, продать, либо допродать, либо позвонить клиентам, которые давным-давно интересовались. Эти, конечно, продажи попроще. Поэтому вы тоже разделяете. В интернете будет больше всего холодных продаж, где надо обзванивать по базе. Хорошо подумайте, надо ли вам это. Ищите другие продажи, если вы хотите где-то больше денег, больше уважения и больше роста. Хотя в любых продажах будет рост. Но, тем не менее, денег уж будет точно. Вы сами знаете где. А я пересаживаюсь обратно за компьютер. Друзья, я надеюсь, что это видео было вам весьма полезно и интересно. Если так, то ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Если было недостаточно, мало информации, пишите ваши вопросы. Может быть, я продолжу эту тематику. Если видео будет востребованным, можно поговорить и про другие способы заработка. Сделаем такую небольшую серию, так же, как и мы сделали с финансовой грамотностью. Но если вы хотите получить еще один великолепный навык, который поможет вам в жизни, так же, как и помогает мне. Это навык публичных выступлений, самопрезентации, развития харизмы и так далее. То можете ознакомиться с моим видеокурсом, который я специально записал для тех людей, кто не имеет возможности каким-либо другим способом выучиться и приобрести эти навыки. Делюсь всем, что накопил более чем за 10 лет публичных выступлений. Выступлений на радио, телевидении, на выступлениях на аудитории 50 тысяч человек и так далее. Подробнее о курсе вы можете узнать по ссылке под этим видео. Буду очень рад, если этот навык вы за собой закрепите. Он вам пригодится и принесет много-много благ. Всего вам хорошего. До новых встреч.